История водопровода в России берет начало в 11-12 веках. Тогда он представлял собой деревянные трубы. Сейчас вода есть в каждой квартире и даже дачных домах. В сельской местности 40% жилого фонда оборудовано внутренним водопроводом. Водозаборными колонками пользуется треть жителей. Оставшиеся 25% берут воду из колодцев и открытых водоемов. Если в 1890 году средний москвич расходовал 11 литров воды в сутки, то в настоящее время столичному жителю требуется около 700 литров. В Лондоне тратят 250, в Париже 450 литров в сутки. В современных домах на мытье рук уходит 6-8 литров в день на человека. Столько же расходуется при чистке зубов. Один спуск унитаза сливает 15 литров воды. Немногим больше утекает за минуту в душе. Стирка и купание в ванной требует больше всего. В ряде стран введена программа по экономии воды. Появились посудомоечные стиральные машины, унитазы и краны, умеющие бережливо тратить воду. Но есть и другие способы. Фонд «Общественное мнение» выяснил, что половина россиян моется ежедневно. Третий респондентов принимает водные процедуры несколько раз в неделю. Пятая часть — один раз в неделю или реже. В городе для семи из трех человек за водопровод с горячей водой придется заплатить до 1000 рублей в месяц. Но если учесть, что днем члены семьи учатся или работают, то фактически расход воды окажется небольшим. Таким образом, использование счетчика сэкономит около 600 рублей в месяц. Его установка окупится примерно за полгода. Однако к расходу воды в квартире сейчас стали добавлять общедомовые нужды. Теперь стоимость услуг, даже с учетом реального потребления ресурсов, может сильно ударить по карману граждан. Очевидно, Россия гордится своим водоснабжением. На территории нашей страны установлено почти два десятка памятников водопроводу, сантехникам или трубам. Красноярск, Матища, Омск, Ростов-на-Дону, Пермь, Москва, Казань и многие другие города прославляют этот драгоценный ресурс.